МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральная антимонопольная служба обязала профильный областной департамент поднять тарифы на вывоз мусора с 60 до 83 рублей. Крупнейший перевозчик отходов больше не будет работать в Новосибирске. Не утонет ли мегаполис в мусоре? Баржу установили в фарватере, то есть в самом глубоком месте реки. Это необычные подъемные краны. Устройство называется аппарель и способно поднять над водой вес в 194 тонны. Огромная баржа и специальные трубы для иллистого дна. В русле реки Оп начинают монтаж опор четвертого моста. Как улучшить эффект химиотерапии, при этом защитить здоровые клетки организма от негативного воздействия? Ответ на этот вопрос помогли найти вот такие лабораторные мыши. Уменьшает воспаление и помогает иммунитету, как сибирские ученые научились использовать свойства березовой коры. Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил новые ограничения на территории Новосибирской области. Так, с 16 ноября на две недели должны прекратить работу фастфуды и кинотеатры, расположенные в торговых центрах. По последним данным, в регионе за минувшие сутки скончались от коронавируса 5 человек. Новых подтвержденных случаев заражения 179. В области продолжаются проверки соблюдения мер безопасности в местах массового скопления людей. Особое внимание общественному транспорту и торговым точкам. И сегодня прошел очередной рейд Андрея Баева о том, как важно соблюдать правила. Возьмите новый бак. А вы ее значок? А мне? Вам давайте. А вы тоже нажимаете, пожалуйста? Конечно, можно. Ой, спасибо. Сегодняшний рейд сотрудников Роспотребнадзора, Минпромторга и общественников проекта «Единая Россия. Народный контроль» носит просветительский характер. Раздают новые маски и значки. Напоминают о требованиях главного санитарного врача. Есть среди участников и те, кто уже сам переболел ковид-19. Можно бесконечно долго спихивать все на власть, говорить о том, что нам не хватает воздуха в масках. Но когда находишься на больничной койке, один на один с этой заразой, понимаешь всю важность. Вот сменять теперь маску не снимут насильно. Я не хочу быть угрозой сама кому-то, заболев. И очень не хочу, чтобы мои старшие родственники заболели. И очень важно донести это до каждого. За час с небольшим, без масок, проверяющим никто не встретился. Во всех магазинах есть санитайзеры и перчатки. В объектах общепита обязательные журналы дезинфекции помещений и термометрии сотрудников. Правда, далеко не везде оказались приборы очистки воздуха. На каждой точке торговли и общественного питания должен быть аппарат, то есть рециркулятор или бактерицидная лампа. По словам специалистов, вероятность передачи вируса, когда оба – и носитель, и здоровый человек в маске, надетой по всем правилам, прикрывая нос и рот всего полтора процента. Андрей Баев, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Еще к теме пандемии. 13 тысяч амбулаторных больных в регионе получат необходимые при лечении коронавируса антибиотики бесплатно. Напомню такое поручение властям на местах дал президент Путин. Параллельно в нашей области расширяют и сеть стационаров для лечения пациентов с COVID-19. Количество пациентов, которые поступают сегодня в распределительные центры, оно сегодня позволяет нам и выписка, которую мы сегодня осуществляем, оно позволяет сегодня нам иметь открытых ровно столько COVID-19 госпиталей, сколько мы открыли. В ближайшее время, как я уже говорил, мы с понедельника планируем разворачивать еще и COVID-19 центр на базе клиники НИТО, федерального медицинского учреждения нашего. К другим темам. Строители начали возводить опору четвертого моста непосредственно в русле реки Обь. Сейчас там устанавливают баржу паром с подъемным краном грузоподъемностью в 194 тонны. Технология сложная. В грунт под водой погрузят обсадную трубу, которая будет защищать установку от воды. Потом начнут обустраивать сами сваи. Сначала пробурят скважины, зальют их бетоном. Высота опор над водой больше 15 метров, чтобы под мостом могли проходить сюда. Маневры в русле реки осложняло то, что в непосредственной близости проходит высоковольтная линия электропередачи. Сейчас работы ведут на всем протяжении будущей переправы. И на земле, и на воде. На площадках работают 450 человек и 68 единиц спецтехники, включая строительную флотилию. На 40% в ближайшее время повысится оплата за вывоз мусора для новосибирцев. Федеральная антимонопольная служба посчитала принятые областным департаментом по тарифам расценки несправедливыми. О том, какие расходы регионального оператора, по мнению ФАС, не учли в тарифе, выяснил Александр Попов. Федеральная антимонопольная служба обязала профильный областной департамент поднять тарифы на вывоз мусора с 60 до 83 рублей. Согласно ФАС, региональный регулятор не учел такие нюансы в зарплате водителей и погрузчиков, как отпуск и выходные дни. Также не была включена покупка контейнеров. Однако в законодательном собрании считают такое решение правовым беспределом. На днях с экологией Новосибирск разрывает договор крупнейший перевозчик. Компания «Айсберг» отказывается от своих обязательств по вывозу половины новосибирского мусора. Я вообще в этом виду вижу не картельный сговор, а мутную схему. Я допускаю, что у этих перевозчиков основных, скорее всего, есть задолженности перед своими субподрядчиками. Поэтому в этом случае лучше бросить и объявить себя банкротом, чтобы потом никому ничего не платить. Сегодня региональный оператор устраивает вот этот новый конкурс, устраивая, значительно завысил цены на вывоз, на транспортировку. По некоторым районам там на 25, на 35, а несколько районов вообще на 52%. То есть региональный оператор будет платить перевозчикам на порядок больше, компенсировать эти расходы и должно повышение тарифов. А вот в самой экологии Новосибирск вообще считают это снижением. В 2019 году жители платили по 90 рублей. Здесь было 30-процентное снижение. Это было, и на наш взгляд, это был результат ошибки. Мы об этой ошибке заявили, и нас в этой ошибке уверили, что она была действительно сделана. Ошибка ее, и ее исправили. В результате этой ошибки 100 сотрудников экологии Новосибирск уже получили уведомление об увольнении. На это компания была вынуждена пойти, поскольку тот тариф, который действовал до сегодняшнего дня, просто не позволял платить зарплату людям. Сейчас департамент по тарифам при поддержке депутатов ЗАГС Собрания пытается оспорить повышение тарифов через суд. Однако в группе ВИЗ, в которую входит экология Новосибирск, заявляют, будут отстаивать свои интересы до конца. Я вам скажу честно, если бы группа ВИЗ, я лично этим вопросом бы не занимался, был бы коллапс. Это очевидная история. Еще один вопрос, который этим летом сдвинулся с мертвой точки, строительство двух мусоросортировочных заводов. И в июле уже получили из федерального ФАС ответ положительный, который нам сегодня позволяет уже приступить к реализации этих проектов. На сегодня экология ждет подписание ДОП-соглашения с областным правительством. Сразу после этого начнется проектирование комплекса на первом участке, вверх в Туле. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. В редакцию новостей ОТС с жалобой на жилищные условия обратился житель города Черепаново. В его квартире из-за протекающей кровли весной и осенью стены намокают и под обоями распространяется грибок. Сюжет Станислава Блинова. Я заехал в мае, получается. Было сухо, все, вот только ремонт сделанный. И в сентябре это уже все началось. Все вот это протекать. И вот с 18-го года эти проблемы, это уже неоднократно. Уже даже обои сюда мы не хотим клеить. Смысла никакого нет. Егор Тутов воспитывался в детском доме. Квартиру получил в 30 лет. Но жить там не может. В семье трое детей, а жена недавно перенесла серьезные заболевания легких. Я хочу добиться, чтобы мне главное сделали вот крышу и вот эту стену. Ремонт я уже буду сам делать. Ладно, уже буду. Потолки эти дешевые куплю. Это же подороже можно. Но смысла делать ни потолок на весной не сделать. Это все будет под ним. Это все будет плесень. Ничего нельзя сделать с ней. В дальнейшем ты ее продашь. Кто другим людям мучится. Проверка, проведенная областной прокуратурой в апреле этого года, подтвердила, крыша дома находится в непригодном состоянии. Однокомнатную квартиру Егор получил по договору найма. А ее собственником является Черепановская администрация. Мы выехали комиссионно. Зафиксировали действительно, что крыша протекает в тот период. Значит, выехала строительная компания. Мы крышу починили. И Тутов подписал акт, что теперь претензий он не имеет, что крыша починена и никаких проблем уже не создает. То, что плесень в квартире, да, но это уже как бы внутренняя. Он должен сам плесень эту убрать. В управляющей компании утверждают, ремонт был, но ремонтировали кровлю лоджии. С остальной крышей все в порядке. Заявок и жалоб не было, а плесень на стенах квартиры можно убрать антисептиком. Я ему говорил, ты обработай просто антисептиком, и все. И все, эта чернота, это уйдет. А как вот от течи кровли? Ну нет там течи кровли. Нету. Если бы действительно была бы течи кровли, вот так, как он говорит, то давно бы уже сделали. Старший по дому бы, то есть утвердил план ремонтных работ, и были работы произведены. История еще не закончена, но чтобы подтвердить свои слова, в дальнейшем Егору Тутову придется записать видеодоказательство протекания кровли и составить акт повреждений с привлечением старшего дома. Станислав Блинов, Александр Егоров, Новости ОТС. 457 дефектов систем теплоснабжения выявили энергетики за первые несколько недель отопительного сезона. Это существенно больше, чем в прошлом году. Чаще всего качество работ не устраивает жителей Ленинского и Кировского районов города. Устранять неполадки стараются сразу, так ремонт участков на квартальных сетях занимает в среднем 6 часов, на магистральных 16. Специалисты отмечают, иногда приходится работать круглосуточно. Свою роль внесла пандемия, потому что много людей у нас были на самоизоляции, и в это время мы не могли проводить гидравлические испытания, чтобы не отключать горячую воду нашим жителям. Поэтому все сроки испытаний сдвигались вправо, соответственно, некоторые ремонты уходили вправо, и в этом была большая сложность. В этом году опробовали новую систему подключения к отоплению. Жильцы получали тепло в квартиры раньше установленного срока по заявкам. В Новосибирской области услугой воспользовались и частные потребители, и бюджетные организации. Береза на страже здоровья. Новосибирские ученые изобрели средства в помощь онкобольным. Оно защищает внутренние органы от негативного воздействия тяжелых химиопрепаратов и антибиотиков. Рассказывает Екатерина Стывко. Как улучшить эффект химиотерапии, при этом защитить здоровые клетки организма от негативного воздействия. Ответ на этот вопрос помогли найти вот такие лабораторные мыши. Именно на них сибирские ученые ставили эксперимент длиной в 20 лет. Изучали свойства бетулоновой кислоты, которая содержится в березовой коре. Целебные качества активно начали изучать еще в конце 90-х. Дерево эффективно защищает себя от болезней и грибков. А отварами из коры березы лечились еще наши предки. Все благодаря веществу под названием бетулин, из которого ученые Академгородка и выделили бетулоновую кислоту. Мы ее проверяли не только как противоопухолевый агент, но мы также заинтересовались тем, что она обладает достаточно сильной антиоксидантной активностью, противовоспалительной, иммуномодулирующей активностью. Как вещество поведет себя в организме? Будет ли оно токсичным? Для эксперимента использовали мышей с опухолями разных локализаций. Лечили грызунов классически антибиотиками и химиотерапией. Но одной из партий подопытных дополнительно давали средства на основе бетулоновой кислоты, а другим нет. Результаты на гистологии. Вот гибель клеток печени под воздействием антибиотика. Наш препарат призван предотвращать вот эти вот воздействия, активировать внутриклеточные механизмы, которые повышают устойчивость клеток к стрессам. Бетулоновая кислота вообще проявляет хорошую эффективность. Эксперименты показали, вещество не токсично, действительно защищает внутренние органы и снижает активность развития опухоли, тем самым усиливает эффект от химиотерапии. Препаратов на основе бетулоновой кислоты на фармацевтическом рынке нет. Сотрудники лаборатории медицинской химии отмечают, что это их первая разработка за два десятка лет, которая попадет в аптеки. Действующее вещество, оно будет выпускаться на нашем опытном химическом производстве, а затем уже таблетирование. Это будет осуществляться компанией, которая имеет стандарт GMP. Средством уже заинтересовались фармацевты из Чехии и Белоруссии. Ученые останавливаться на достигнутом не собираются. Мы продолжаем эти исследования, потому что есть следующие заделы. Раз он обладает органопротекторными, цитопротекторными свойствами, то, значит, оно можно дальше развивать на других патологиях, такие как нейродегенеративных изменениях и других. В новосибирских аптеках средство из березовой коры может появиться уже на следующей неделе. Екатерина Стывко, Антон Мамаев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Спасибо, я вас очень люблю. Спасибо большое всем моим близким, которые меня поддерживали и поддерживают. Кабинеты ФАПа пока что еще пусты. Оборудование завезут недели через три, но охрана и системы здания уже на стороже. Мой административный участок, это, считай, четвертая часть Сузума. Население около больше трех с половиной тысяч человек. Сегодня в Москве назвали лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Актер «Красного факела» Андрей Черных теперь обладатель именной маски за роль Бориса Чапурнова в спектакле «Дети солнца». Лучшая, по мнению жюри, мужская роль второго плана. А конкуренция была большая. Артисты крупнейших театров Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Омска опытные мастера сцены. Добавлю, что в условиях пандемии не все коллективы добрались до Москвы и церемония вручения масок проходила онлайн. Но краснофакельцам удалось показать столицу постановку «Дети солнца», причем дважды. Второй раз триумфально после вручения премии. «Вот мы сейчас поговорим, немножко остынем, и потом, ближе к ночи, перед тем, когда будешь ложиться спать, наверное, потом начнешь прокурочивать, что-то в голове, что ты сделал правильно, что неправильно. А пока ничего. Пока вот голова пустая, пока все отыграли мы спектакль, сейчас нужно немного, чуть-чуть от этого отойти. А потом попозже начнем анализировать. Но я думаю, во всяком случае, по ощущениям все прошло хорошо». Благодаря нацпроекту здравоохранения в Новосибирской области расширяется сеть ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов, в которых жители небольших населенных пунктов, удаленных троицентром, могут получить доврачебную медицинскую помощь. Один такой в селе Береговом сегодня готовят к открытию. Фельдшер Наталья Келлер сегодня проводит ревизию. Готовится к переезду из старого ФАПа в новый. За полвека работы фельдшерско-акушерский пункт покосился и обветшал. «Ну вот такая маленькая у меня вот, с мушечкой. Моя хорошая, я так люблю». В скором времени новоселье. В прямом смысле ведь сельский фельдшер живет на работе. Дежурит 24 часа в сутки. В рамках нацпроекта здравоохранения в Береговом построили новый медпункт. Вместо крохотных комнатушек 100 квадратов и просторная жилая пристройка. «Кабинеты ФАПа пока что еще пусты. Оборудование завезут недели через три. Но охрана и системы здания уже на стороже». «За порядком с потолка наблюдает большой брат». Пока, где какой кабинет, смотровой или аптека, можно угадать только по размерам помещений. Однако Наталья Келлер уже прикидывает, где поставят кардиограф, а где шкаф с карточками. «По сравнению с тем, что у меня, я говорю, ой, мини-частный центр, поликлиника такая, ну, как поликлиника для меня, вот я зашла, ой, поликлиника какая моя хорошая». «До поликлиники, конечно, далеко, а тем более до больницы. И полномочию фельдшера не те, и техники раз-два и обчелся. Однако больницу в каждом селе не построишь, а ФАП запросто. Но и тут жизни спасают». «У Галины Дмитриевны, муж, у него был отек легкого, тогда я первая подошла, успела, мы все сделали правильно. Скорая бы не доехала». «Скорая бы не доехала». И потому сеть пунктов первой помощи во всех селах страны расширяют. Береговое – отличный пример. До открытия обновленного ФАПа считанные дни. «Недели две-три, наверное, на начинку оборудования, и первые посетители могут уже приходить сюда. Здесь будет тепло, светло, и медики будут работать». Кроме ФАПа в Береговом, до конца этого года в Новосибирской области откроют еще 34 пункта. Александр Шпак, Константин Менин, Новости ОТС. К журналистам программы новости обратились жители частного сектора в Первомайском районе Новосибирска. Несколько месяцев они добиваются от разных инстанций ремонта уличного освещения. Электричество пропало после грозы еще в начале лета. После визита нашей съемочной группы чиновники пообещали в кратчайшее время решить проблему. А журналисты ОТС пообещали проследить, как эти обещания будут выполнены. И вот такое видео сегодня прислали нам в редакцию жителей Первомайки. От лица всех жителей улица Ремонтная благодарим корреспондентов телеканала ОТС за ваш труд. Проблема решилась в один день. Улица в настоящий момент освещена. Ходить стало легче. Спасибо вам. Глава региона поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и возложил цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебного долга. Андрей Травников поблагодарил полицейских за добросовестное отношение к государственным задачам, достойное успешное их выполнение. И подчеркнул, что правоохранителям в этом году пришлось работать в непростых условиях, стоять на защите не только общественного порядка, но и общественного здоровья. Герой нашего следующего сюжета, полицейский из Сузунского района, стал финалистом всероссийского конкурса среди участковых. Каждый день на посту. Под наблюдением Александра Раушкина почти четверть районного центра. Звонки от жителей каждый день. Конфликты, кражи, нападения. С каждым обращением нужно разобраться. Участковый не жалуется. Знал, что будет нелегко. Мой административный участок, это, считай, четвертая часть Сузуна. Население около больше трех с половиной тысяч человек. Профессионализм участкового оценили местные жители. Для них он уже давно народный участковый. Когда к нему обращаешься, он не говорит, что я не приеду, я не приду, или там мне некогда сегодня. Он, в принципе, всегда выслушает, проверит, поможет, подскажет. Никогда не отталкивает людей. Всегда мягко и нежно разговаривает. Восемнадцатилетнем юноше попал в моторизированные части внутренних войск МВД. Первая должность – милиционер патрульно-постовой службы. Затем участковый. За это время повидал немало. Были и сложные дела, и те, что удавалось раскрыть в течение нескольких часов. Работа участкового, не скрывает Александр Раушкин, непростая. С каждой ситуацией нужно разбираться. Хищение, значит, соленья на улице строительная из погреба. Значит, необходимо в первую очередь отработать лиц ранее судимых, которые проживают непосредственно вблизи. А есть такие дела, к которым нельзя привыкнуть даже через 20 лет, признается участковый. Самое страшное – это дорожно-транспортные происшествия, где много потерпевших бывает. Приходится уезжать. Ну, конечно, убийство, причинение тяжкого вида здоровья, ну и семейное насилие. Вообще, самые, наверное, тяжелые преступления, где особенно страдают и женщины, и дети. Сегодня Александр Александрович помогает освоить профессию молодым сотрудникам. В подразделении в связи с поступлением новых сотрудников на службу Раушкин постоянно выступает офицером наставников. Хороший сотрудник долго служит на хорошем счету у руководства отдела, а в том числе у граждан, находит взаимопонимание с гражданами. Сегодня в профессиональный праздник Александр Раушкин на службе, как и всегда. Несмотря на трудности работы участковым, он знает, что на своем месте и что нужен людям. Дмитрий Белькевич, Евгений Емельянова, Виктор Федотов. Новости ОТС. Новосибирские лесопитомники пока не будут отправлять семена хвойных пород в соседние регионы. Год неурожайный. Поставки в Омск и Кемерово возобновят в лучшем случае в 2020-м. Осенью заявил сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии области Евгений Рыжков. Тем не менее, план по восстановлению зеленых территорий нынче перевыполнен. Молодые деревья взамен вырубленных появились в том числе благодаря крупным компаниям, добывающим уголь и золото недалеко от эскетима и маслянина. А в Боробе в окрестностях Венгерова проводили смелый эксперимент. Сажали интродуценты, то есть виды, которые у нас раньше не росли. Например, дубы высадили на площади 60 гектаров. Приживаемость пришлых, более трудотеплолюбивых культур исследуют и в Сузунском районе. Семена завезены из 68 регионов Российской Федерации. Сейчас, в текущем году, за этими культурами проходят рубки ухода, это прореживание. Мы работаем совместно с Институтом леса имени Сукачева, с новосибирским филиалом. То есть при поддержке науки проводим мероприятия в данных культурах. Естественно, наука занимается своим делом. Исследует степень роста, прироста, плодоношения. В Новосибирске остановились перелетные утки. Местом временного пристанища птицы выбрали участок реки Опи возле парка «Городское начало». Орнитологи говорят, в последнее время зимовка уток в больших городах стала обычным явлением. Например, в Красноярске после того, как построили ГЭС, Енисей не замерзает вообще. И там колония птиц уже стала местной достопримечательностью. Их с удовольствием кормят горожане. На месте, где уток заметили в Новосибирске, вовь впадает речка Каменка. И там тоже даже зимой большие полыньи. А если учесть, что и рыбы в избытке, то условия для зимовки почти идеальные. Это все новости на сегодня. 10 ноября в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. Берегите себя. Здравствуйте. Прогноз на 11 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду с порывами до 18. Влажность 75%. Температура ночью от минус 1 до плюс 1. Днем плюс 1-3. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами снег. Температура воздуха в четверг минус 2-0. В пятницу минус 4-2. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok